В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город» в студии Людмила Перминова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Геннадий Орлов. Собравшиеся обсудили мероприятия, которые необходимо реализовать для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан на водных объектах в осенне-зимний период. В текущем году в нашем районе утонули 17 человек. Это на семь больше, чем в 2017-м. Особое беспокойство у инспекторов ГИМС вызывают несанкционированные места массового отдыха людей и неоформленные базы стоянок плавсредств, где соблюдению мер безопасности не уделяется должной внимании. На причале яхтиного клуба, мы с Бобовой, вы знаете, затонуло судно 15 метров длиною, если кто-то не знает. Хорошо, что это где-то в середине сентября, в конце сентября, когда шторма стояли. Это говорит о том, что неправильно была обеспечена стоянка данного судна. Вот и все. Кто внесет ответственность, непонятно. Ну пусть там разбираетесь теперь строковщики. Если была гибель людей, конечно, по-другому тут стоял вопрос. Областное управление МЧС уже вышло с предложением губернатору Александру Дрозденко о закрытии навигации с 12 ноября. После того, как глава региона такое распоряжение подпишет, об этом будут извещены владельцы всех баз стоянок плавсредств. Если суда продолжат выходить с их территорией на водоемы, собственники понесут за это ответственность. Инспекторы ГИМС обещали регулярно патрулировать объекты Выборгского района, в том числе в период становления льда, когда рыбаки, рискуя жизнью, отправляются на водоемы. Главы администрации со своей стороны также примут необходимые меры. Позаботиться следует и об обеспечении пожарной безопасности. Ведь с начала года в нашем районе произошло 232 пожара. Погибли 10 человек, 8 получили травмы. В целях сокращения времени следователя пожарных подразделений к месту пожара, усилить контроль за подрядными организациями, отвечающие за своевременную очистку дорог от снежных заносов, очистить указатели направления движения к ним. Необходимо подготовить к зиме пожарные гидранты и водоемы, а населению соблюдать правила безопасности, использовать исправные нагревательные электроприборы, очистить дымоходы от сажи. Еще одним вопросом повестки дня стало участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Минстрой будет принимать заявки от желающих побороться за многомиллионные выплаты до 31 ноября. Согласно критериям конкурса, от Выборгского района в нем могут принять участие Каменогорск, Светогорск, Приморск и Высоцк. Предварительно проекты благоустройства городских зон должны пройти общественные обсуждения. Обсуждение по тем решениям, которые будут приниматься. И хотел бы призвать не расслабляться после того, как подойдите заявку до 31 ноября, необходимо будет сразу же проводить обсуждение с молодежью, со студентами, с общественностью, чтобы выбор места был определен. Как известно, проект благоустройства Смоленого мыса в Выборге вошел в число победителей всероссийского конкурса в 2018 году. Теперь и другие города могут претендовать на федеральные средства. А вот Первомайское сельское поселение свою награду уже получило. Глава районной администрации Геннадий Орлов вручил его руководству бронзовую медаль Министерства сельского хозяйства России. Поселение было отмечено в рамках конкурса достижения высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий. Проект благоустройства пляжной зоны в поселке Советском отмечен на конкурсе «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области». Он проводился региональным комитетом по архитектуре и градостроительству. Поселок Советский участвовал со своим проектом в номинации «Парки и набережные». Он предусматривает формирование на пляже игровых и спортивных зон территорий отдыха мест для торговых точек. В итоге работа была удостоена второго места. Победители и призеры отмечены благодарственными письмами губернатора Александра Дрозденко. День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября. До 2011 года он назывался День милиции. В Выборге торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику, состоялось сегодня в городском дворце культуры. Там собрались как действующие стражи правопорядка, так и ветераны ведомства. Наша съемочная группа побывала на торжестве. Сотрудникам управления МВД по Выборгскому району не часто удается собраться всем вместе, ведь выполнение долга перед отечеством для настоящего полицейского превыше всего. Но раз в год они делают исключение, хотя, конечно, многие и в свой профессиональный праздник продолжают обеспечивать правопорядок в нашем городе и районе. Среди сотрудников органов внутренних дел немало представительниц прекрасного пола. Причем требования к женщинам в погонах не менее строгие, чем к мужчинам. Но они и не жалуются. Говорят, служба есть служба. Меня привлекает в этой профессии то, что можно оказать помощь детям и их родителям. У меня брат служил в ОМОНе и меня сюда привел. Я не пожалела тоже об этом. Почему не пожалели? Ну, опять же, помогать людям. Семья немного страдает, а в остальном также все помогают, бабушки, муж, родители. Все так работают, все так трудятся. Уже 11 лет работаю. Бывают свои недостатки, но я думаю, что они есть в любой профессии. Поэтому нет, не пожалела. Торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику, открыл начальник районного ОМВД Эдварда Свашкис. Он отметил, что в Выборгском районе уровень преступности ниже среднеобластного, а подразделение, которым он руководит, занимает лидирующие позиции в регионе по результатам служебной деятельности. 2018 год, он особенный год, юбилейный. В том году мы отмечали 100 лет российской милиции, в этом году 300 лет российской полиции. В этом году нами были поставлены очень большие задачи. К счастью, хочется сказать, что мы их выполнили достойно. Хочется большое сказать вам за это человеческое спасибо. Особую благодарность хочется сказать нашим ветеранам, которые и сейчас продолжают передавать свой бесценный опыт молодому поклонению. Наиболее отличившиеся полицейские на празднике были награждены медалями Министерства внутренних дел за доблесть в службе и за отличие в службе первой и второй степени. В этот день состоялось также вручение очередных специальных званий сотрудникам различных отделов управления. Особого внимания удостоились ветераны ведомства. Главных героев дня со знаменательной датой поздравили руководители местной власти. Я уверен и результаты, которые действительно показывает наше ОМВД, что и сегодняшние сотрудники, которые работают сегодня, и для них эти слова честь и долг и служба присяги, тоже не пустые слова. Я думаю, что они также с честью будут работать и далее, потому что действительно сегодня от вашей работы, от слаженности, от взаимодействия зависит и спокойствие наших граждан, и общественная политическая обстановка в районе. За особые заслуги Дмитрий Никулин и замглавы районной администрации Андрей Голобородько вручили сотрудникам ОМВД почетные грамоты. Украшением праздничной программы стали концертные номера в исполнении подшефных кадетов из школы номер 8 и самих полицейских. Людмила Перминова, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». Ветераны органов внутренних дел сегодня также отметили профессиональный праздник, который они по-прежнему называют День милиции. Совет ветеранов ОМВД по Выборгскому району объединил более 300 человек. В разные годы они служили в органах внутренних дел. Большинство отдали профессии всю жизнь. Евгения Файзулова в 1979 году вступила в должность инспектора по делам несовершеннолетних и почти 30 лет проработала в этом подразделении. Никуда не переходила в одной службе. Как пришла, так и на пенсию ушла в 2005 году. Начинала я простым инспектором по делам несовершеннолетних и дослужилась до начальника отдела по делам несовершеннолетних. Проработала 13 лет в должности начальника. И вышла в отставку в звании полковника. Хотя по должности нашей, по нашему отделу, звание подполковник, должность подполковничья. Но за хорошую работу меня поощрили. И в 2000 году мне присвоили звание полковника. Так что я еще почти 5 лет работала в должности полковника милиции. И в 2005 году я ушла в отставку. Но связи я не порываю с Выборгским УВД, а особенно своим коллективом. Очень часто я их навещаю. Поддерживаю очень хорошие теплые отношения. Совет поддерживает своих ветеранов, активно работает с действующими полицейскими, с молодежью. Год назад силами ветеранов была выпущена книга памяти «История в лицах. Вспомним, что было». А летом 2018-го в здании управления открылся музей. В ходе написания книги были установлены 30 фамилий, 37 фамилий сотрудников органов Выборгского УВД на тот период, которые погибли непосредственно, защищая город Выборг при отходе во время Великой Отечественной войны. Вот именно защищая наш город. И вот в честь этих людей мы сейчас собираем средства, благотворительную помощь. И будет установлен мемориальный барельеф в здании управления, посвященное сотрудникам погибшим в годе Великой Отечественной войны, а также которые погибли во время несения службы. Совет ветеранов курирует полицейский кадетский класс в школе номер 8. Один из последних совместно реализованных проектов – открытие комнаты истории. В школе появился музей, в котором воссоздано рабочее место участкового милиции. Представлены находки с мест боев времен Великой Отечественной войны. Много книг и фотографий. Я понимаю, что не все придут к нам, не все придут на работу в органы внутренних дел. Но я думаю, что у них сформируется правильная позиция, позиция гражданская, позиция людей, которые будут защищать и любить свою родину. Сейчас активисты Совета ветеранов работают над созданием второго тома «Книги памяти». Он будет посвящен ветеранам госавтоинспекции и третьего тома «От милиции к полиции». К зиме готовы. В автопарке компании «Росем» прошел традиционный смотр техники, который будет убирать дороги, когда выпадет снег. Поскольку погода зимой в последнее время преподносит немало сюрпризов, необходимо предусмотреть все возможные ситуации и быть во всеоружии. Состояние уборочной техники руководство администрации Выборгского района оценило положительно. Наталья Березовская продолжит. Спецавтобаза компании «Росем». На линейке готовности вся снегоуборочная техника, которой предстоит работать в Выборге этой зимой. Согласно муниципальному контракту, именно это коммунальное предприятие ответственно за состояние дорог и тротуаров в городе. И сегодня руководству предстояло отчитаться перед представителями администрации Выборгского района, каким образом будет налажена работа. Как показывает осмотр, в арсенале автопарка сегодня имеется многофункциональная техника. Для работы на основных городских магистралях будут использоваться комбинированные дорожные машины, предназначенные для расчистки и обработки дорожного покрытия антигололедным материалом, фронтальные погрузчики, машины для транспортировки спецтехники, самосвалы для транспортировки снежных масс, автогрейдер, автофургон для перевозки механизированных инструментов. Также на магистрали города, тротуары и межквартальные проезды в зимний период выйдут тракторы, оборудованные щетками, ковшами и отвалами. Для производства работ по расчистке труднодоступных территорий будут применяться механизированные ручные уборочные машины. Кроме того, в этом году проведены мероприятия по расширению автопарка и увеличению его функциональности. Из нового в этом году мы приобрели современный экскаватор-погрузчик марки Кейс, приобрели два бобката, приобрели специальное оборудование для ямочного ремонта, это авторециклер и фрезу, приобрели прицеп для того, чтобы перевозить данную технику. Специалисты показали, как работает новый бобкат и прицепное оборудование для поддерживающего ямочного ремонта в зимний период. И, конечно, на что способен мощный автогрейдер. Я считаю, что РАСЭМ к зимнему периоду готов. Техника на длежащем состоянии, полностью укомплектованный штат. Единицы техники достаточно современные, новые. На данный момент не вижу никаких препятствий, либо каких-то сбоев в рамках осуществления дорожной деятельности, осуществления уборки от снега в зимний период. Предварительная оценка дана положительная. Теперь работу проверить зима. Наталья Березовская, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». Смотр снегоуборочной техники прошел и на территории автобазы комбината благоустройства. Традиционное это предприятие будет приводить в порядок территории выборских парков, скверов и площадей. Руководитель комбината благоустройства Владимир Мус отметил, что в настоящее время автопарк к работе в зимних условиях готов. Антигололедные материалы закуплены, штат укомплектован. С техники было представлено три трактора, два самосвала, две коммунальные дорожные машины ХАКа немецкого производства и роторные плонжерные установки для уборки снега в количестве четырех штук. Наведением порядка на городских территориях будет заниматься также отдел ручной уборки, в состав которого входят и дворники. Выставку открытки из прошлого презентовали в библиотеке Альвара Алта. Коллекцию старинных почтовых карточек привезла петербургская писательница Наталья Алексеева. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Открытки из прошлого дошли до Выборга. В библиотеке Альвара Алта презентовали новую выставку. В экспозиции представлены 35 открыток конца XIX – начала XX века. Большинство из них адресованы служащие почтового отделения Миттеля Ени Валканин. Коллекция принадлежит петербургской писательнице Наталье Алексеевой. Более десяти лет назад почтовые карточки, найденные на чердаке старого дома в Пушкинском районе, ей подарил знакомый. Выбросить или продать коллекционерам эти раритеты Наталья не решилась. Начала искать потомков Ени Валканин, чтобы узнать, чем занималась эта женщина, и передать семье послание из прошлого. У меня очень много корней. Часть моей семьи происходит из Польши, часть Польши отошла Советскому Союзу. И вот эта государственная граница прошла по моей семье тоже. Так что я, в принципе, знаю, какие последствия в семье. И как это важно, например, получить весточку оттуда, скажем. Это, во-первых, и другое время, получается, уже другая страна. Это безумно интересно. Наталья Алексеева обращалась в культурные сообщества и средства массовой информации с тем, чтобы организовать проект по поиску потомков Ени Валканин. История вызывала умиление, но никто не хотел заниматься этой работой. Наконец, 10 лет спустя, проект стартовал после случайного разговора с руководителем Южнокарельского культурного общества Лира Светланой Ранта. В марте этого года коллекцию открыток впервые представили на всеобщее обозрение в художественном музее Иматры. Событие вызвало большой интерес прессы. Этот факт потом сыграл свою роль. Статью в крупной финской газете увидел дальний родственник Валканин. И принес материалы о семье уже на следующую выставку, которую устроили в городке, где, как оказалось, жила и работала Ени. Это такое маленькое местечко Раут-Ярви, очень красивое, на берегу озера, такое старинное местечко. И мы там организовали летом такую выставку в надежде, что, может быть, мы найдем кого-то. Мы еще пока ничего не знали, кроме того, что она работала на почте в эти годы. И вот так произошло, что уже на презентации действительно пришли ее дальние родственники, которые принесли в тетради, в которых была вся история жизни ее и ее мужа. Мы, конечно, были шокированы немножко и счастливы на самом деле. То есть мы как бы выполнили свои задачи. Ени Валканин много лет проработала на почте. В 1917 году вышла замуж и сменила фамилию на Халиканин. Последние 10 лет жизни провела в Выборге. Именно поэтому авторы проекта решили завершить его показом коллекции в нашем городе. Удалось найти ближайшего потомка. Внучке Ени Валканин, которая впервые посетила Выборг, подарили альбом с открытками, выпущенный историческим обществом Агат. После того, как выставка завершит работу, ей передадут и сами открытки. Там было около пяти адресатов всего. И там еще были просто открытки, знаете, вот просто открытки того времени. Было очень интересно посмотреть вообще тенденции искусства того времени. Что люди, какие виды их интересовали. На самом деле все так же, как все похоже на наши времена. Люди интересовались тем же, но теперь писали друг другу то же самое. О любви, путешествиях, совместных планах на будущее. Содержание некоторых открыток переведено на русский язык. Часто в них упоминается Выборг. Есть карточка с видом Монрепо. Наталья Алексеева планирует продолжить изучение коллекции и попытается найти родственников других адресатов. В библиотеку Алвара Алта писательница также передала часть написанных ею книг, в том числе аудио, которые займут достойное место в фондах. Выставка открытки из прошлого будет работать до 30 ноября. Долгожданный подарок в Бородинской школе Каменогорского поселения открыли после капитального ремонта спортивный зал. Были обновлены кровля и стены, заменено освещение, канализация, появились новые раздевалки, душевые и санузлы. На эти работы затратили более 4,5 миллионов рублей из областного бюджета, а также средств депутатов регионального законодательного собрания. С торжественной церемонии наш корреспондент Наталья Березовская. В Бородинской средней школе сегодня настоящий праздник. Здесь торжественно открывают после капитального ремонта практически новый спортивный зал. Работы были выполнены по государственной программе развития образования в Ленинградской области. Почетные гости перерезают традиционную красную ленточку, а юные жители Каменогорского поселения поют о том, что их имена обязательно получат новые спортивные рекорды. И тут же доказывают на деле – этот спортивный зал пустовать никогда не будет. Спортзал у нас пользуется большой популярностью, занят он постоянно. Днем – это учебные занятия, в обед – это кружки и вечером – секции. Спрос на него очень большой, поэтому мы очень ждали этого праздника открытия, чтобы нам уже снова вернуться в свой обновленный, красивый спортивный зал. Деньги в ремонт вложены солидные – 4 миллиона 700 тысяч рублей. Это областной и местный бюджет и вклад депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Поздравляя юных земляков и их педагогов, депутат ЗАГС Анатолий Черноморец подчеркивает, что нет ничего важнее здоровья подрастающего поколения. Я поздравляю Бородинскую школу с таким замечательным днем, день открытия спортзала, причем это олимпийского качества, покрытие, оно не травмоопасное. И я рад, что я поучаствовал в этом проекте, в каждой школе должен быть такой спортзал. Здоровье прежде всего, если человек здоров, и еще плюс образование, знание, и он будет успешным гражданином нашей великой страны. Представители депутатского корпуса подчеркивают, что добьются, чтобы в каждой сельской школе были достойные условия для занятий физкультурой и спортом. Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Ледовую арену построят в поселке Рощино Выборгского района. Разработка проекта уже начата. Планируется реконструировать на местном стадионе тренировочную площадку, построенную к Чемпионату мира по футболу. Новый корпус разместится на соседнем участке. Помимо крытого катка в проекте предусмотрено увеличение вместимости трибун до полутора тысяч мест, замена натурального газона футбольного поля на искусственный с подогревом, а также создание зоны пляжных видов спорта. Областное правительство планирует финансировать строительство с привлечением грантовых средств в размере 100 миллионов рублей. Напомню, в Выборге за счет бюджета региона уже начались работы по строительству крытого катка с искусственным льдом. Символично, что они стартовали незадолго до наступления года здорового образа жизни. Им в Ленинградской области объявлен 2019-й. Наш выпуск на этом завершен. До встречи.